Меня зовут Ирина Козазаева, я натуропат. Для тех, кто не знает, что такое натуропатия, я специалист в восточной медицине. Я автор методики коррекции веса «Голливудское тело». Я написала встроенную книгу об этой методике. Я также лайф-коуч, член Международной Федерации Коучей. Я член Ассоциации Китайской Медицины. И я также тета-практик. Я провожу тренинги онлайн, курсы, и также провожу консультации, консультирую в клинике здесь, в Монреале. И каким образом я пришла к своей методике. В общем, когда-то, когда мне было 15 лет, я начала худеть. Худеть я начала не потому, что я была толстая, а потому что тогда было принято худеть. Все девчонки худели. Ну и я тоже. И в результате всех диет, которые я испробовала, я начала с разгрузочных дней, знаете, там день на кефире или день на яблоко, день на морковке. Пришла к тому, что я очень сильно похудела. Потом у меня развились пищевые расстройства. Я начала полнеть. Потом уже никакие диеты не помогали. После каждой диеты я срывалась и набирала вес. И в конце концов у меня было после всего, от изначального веса, который у меня был там 18 лет, 55 килограмм, я набрала лишних 15. И они никак не хотели уходить. У меня была еще, кроме всего прочего, депрессия. Я переезжала из страны в страну, потому что мне так было интересно. И при этом в моей жизни ничего особенно, как бы я меняла страны, но, скажем так, чего-то искала. И в конце концов в разгар своего кризиса, когда мне там в Соединенных Штатах поставили диагноз депрессия, я начала работать на голливудских съемочных площадках. И там я познакомилась со многими звездами. И меня осенило, то есть я посмотрела, как они живут, что они делают, да. И меня осенило, что, в принципе, не боги горшки обжигают, и я тоже все могу. И в конце концов решила справиться со своей проблемой лишнего веса самостоятельно. Я просто-напросто начала применять все методики, которыми пользовались голливудские звезды. И некоторые из них у меня не сработали, а некоторые я, конечно же, взяла на вооружение и сделала из всего этого компота свою собственную систему, которую я назвала голливудское тело, конечно же. Вот вы видите мою фотографию, там, где я располнела, где у меня лишних 15 килограмм, это, по-моему, 72 или 73 килограмма. И вторая фотография, когда я, наконец-то, сбросила весь лишний вес, избавилась от депрессии, избавилась от всех своих пищевых расстройств. Вот я вся довольная, всем хочу показать, какая я красивая. В принципе, вот это и есть моя история. Я сбросила 15 килограмм без тяжелых диет и тренировок, я поняла, что диеты не работают. Я самостоятельно излечилась от пищевых расстройств и депрессии, и вот уже много лет сохраняю девичью фигуру. У меня есть ребенок, я, конечно же, набрала вес во время беременности, у меня также работали гормоны, как у всех женщин. Но после родов я буквально через 3 месяца сбросила весь лишний вес и вернулась к своим 55 килограммам. И теперь я помогаю другим женщинам сбросить лишний вес методом голливудское тело, и у них получается. По моей методике в среднем, если у вас много лишнего веса, то есть за 100 килограмм, можно, в принципе, сбросить и до 10 килограмм за пару месяцев. Но если вам нужно сбросить, там, я не знаю, 6-8, то, скорее всего, это займет у вас 2-3 месяца. Но вы их сбросите. Да, вот женщина, она сбросила 20 килограмм за 3 месяца. У нее был очень большой вес. Сейчас я вернусь в чат и посмотрю, что происходит. Одну секундочку. Так. Вопросики какие-нибудь есть? Вопросиков пока никаких нет, я вижу. Хорошо. Возвращаюсь к презентации. Мой вопрос к вам, да? 20 килограмм за 3 месяца – это такой средний результат. Вас устраивает этот результат? Напишите, пожалуйста, в чат. Устраивает ли вас результат? 20 килограмм? Слишком резко. Угу. Понятно. Для Алики это слишком резко. Окей. Для Ольги – хорошо. 20 килограмм за 3 месяца, в принципе, сбрасывают люди, у которых много-много лишнего веса. То есть, если у вас лишних 10 килограмм, то, скорее всего, вы будете сбрасывать 2-3. В первый месяц до 4 килограмм, да? А потом 2-3 килограмма в месяц. Лучше всего, конечно, когда по полкилограмма. Это самый идеальный вес, когда уже человек приближается к своему идеальному весу и происходит такое идеальное похудение, когда жир прямо вытягивается из всех ваших тканей. И я вам хочу сказать, что по моей программе может похудеть любой человек, если будет следовать моим рекомендациям. В реальности же, из того, что я вижу по статистике, 9 из 10 женщин и 7 из 10 мужчин никогда не похудеют. И сегодня мы как раз поговорим о том, почему, какие есть причины лишнего веса и что мы можем сделать, чтобы его победить раз и навсегда. Но вначале я бы хотела, чтобы вы получили от нас подарок, обещанный. Я приготовила для вас чек-лист. Чек-лист для похудения. Алика, ты можешь сбросить свои 5 килограмм за 2 месяца без проблем. И это совершенно не опасно для здоровья. И при этом нет никаких диет. Это всё очень... Не нужно изнурять никакими упражнениями. Вы не должны отказываться от любимых блюд. Похудение происходит в домашних условиях с минимальной потерей времени. Потому что я знаю, что все у нас сейчас очень занятые. И вначале давайте мы посчитаем, сколько же на самом деле вам нужно сбросить. Как мы считаем индекс массы тела? Мы берем вес в килограммах. И делим его на квадрат роста. Квадрат роста – это когда вы берёте ваш рост в метрах. То есть у меня метр семьдесят. Примерно. Метр семьдесят. То есть 1,7 на 1,7. Это будет мой квадрат роста. И я вес в килограммах. У меня сейчас 55 килограмм. Я их делю на 1,7. Напишите, пожалуйста, что у вас получается. Когда вам говорили, что вы придёте послушать про секреты голливудского похудения, вам, наверное, не говорили, что вам придётся ещё и заниматься математикой. Да, поскольку я натуропат, то есть я в основном занимаюсь оздоровлением людей, то к своей методике я пришла именно через здоровье. То есть на моей методике люди, наоборот, оздоравливаются. Мы не делаем никаких странных вещей. Мы делаем абсолютно здоровые какие-то вещи. Так, что тут происходит? Сколько у нас? Кто у нас посчитал? Ага, всё вижу. 23,2, 27,75. Так, замечательно. Ну вот давайте теперь перейдём к нашим результатам. Алика, у меня для тебя есть новость. Меньше 25 индекс массы тела – это вес в норме. То есть если тебе и нужно сбросить вес, то, скорее всего, это от того, что тебе не нравятся какие-то там выпуклости, которые появились. От 25 до 30 – это уже избыточный вес. То есть Ольге хорошо задуматься о том, как начать сбрасывать вес. От 30 до 35 – это уже ожирение. О, Александр. Александр тоже почти в норме. Да, вот. Идеальный вес – это когда человеку комфортно на самом деле. Когда он может подняться по ступенькам без одышки, когда он может пробежаться и не хвататься за сердце, не пить валидол. Когда человек может и хочет, когда человек хочет и может в принципе делать все, что он хочет в жизни. От 35 до 40 – это уже ожирение второй степени. Вот Ольге комфортно. Замечательно. То есть если этот вес никоим образом не мешает, значит, значит, не нужно себя насиловать. Я вижу, комментарий пошел могу, но хочу вернуться к весу до замужества. В принципе, по моей методике, да, люди возвращаются к своему весу, который у них был в 18 лет. Это реальность. От 40 индекс массы тела – это уже ожирение третьей степени, когда начинается сахарный диабет и уже необратимые последствия в теле. Что у нас появляется со временем от лишних килограмм, если мы ничего с ними не делаем? Появляются заболевания. Какие заболевания? Типа депрессии. Депрессия может появиться именно от лишних килограмм, от того, что мы перестали двигаться, от того, что мы неправильно питаемся. Тело растет, появляется депрессия, появляется синдром хронической усталости, вегетососудистая дистония и далее по списку. И, в принципе, лишний вес – это всегда ответ тела на наш образ жизни изначально. То есть тело нам всегда дает подсказку о том, что мы делаем не так. И, конечно же, по восточной медицине, если заболевания уже появились, значит, уже дисбаланс энергии в организме критический. Потому что все болезни говорят о дисбалансе энергии. И все, чем мы занимаемся в восточной медицине, называется балансирование энергии разными способами. Какие бывают причины лишнего веса? Очень часто у меня бывает такое, что приходит человек, который говорит, ну, вот вы знаете, до этого я как-то очень хорошо бегал, и потом что-то со мной случилось, например, перенес человек пневмонию или какое-то серьезное заболевание, и потом он не пролечился, не попил рыбьего жира. Например, немногие знают, что очень важно после всех проблем с легочными, после всех легочных проблем нужно обязательно пить рыбий жир и другие, есть другие жирные продукты. Почему? Потому что нужно восстановить обязательно прослойку сурфактантов легких для того, чтобы кислород проходил в организм, в кровь. Окей? Если человек этого не сделал, то у него начинается гипоксия, и это, в принципе, такая вялость и нежелание двигаться. То есть, если раньше человек был очень таким активным, да, у меня есть такая пациентка, она была очень активная, там, занималась, по-моему, байдаркой, и вот сейчас ей 45, ее ничто не может сдвинуть с дивана. Все, любое, в принципе, так, движение ей доставляет просто, ну, такое неприятное, отзывается неприятным ощущением в теле, да. Что потом происходит? Поскольку тело всегда отвечает нам наилучшим образом на ситуацию, и оно знает, что, например, если поесть белков, то будет их сложно переварить, если поесть жира, будет сложно переварить, и человек полностью переходит на углеводную диету. И при всем при том, что он еще не двигается, энергия не расходуется, а сейчас, в принципе, повальная проблема состоит в том, что у нас в основном углеводная диета, которая в конце концов переходит в большое количество жира в теле. Что после этого происходит? Замкнутый круг, по большому счету, это лишний вес, который ведет к заболеваниям, к нехватке энергии, и, естественно, нет сил бороться, да, нет сил бороться, человек плывет по течению, занимается тем, что вот может, правильно? Мы всегда делаем то, что мы можем в данный момент. И это все равно приводит к тому же лишнему весу. То есть получается такой замкнутый, заколдованный, ужасный круг. Другие причины лишнего веса могут быть возраст, то есть возраст там у нас замедляется, метаболизм, беременность, потому что она несет с собой гормоны. Очень часто мы уже запутались, что нужно есть, да, то есть мы едим либо мало, либо мы едим не то. Также мы мало двигаемся. Ну и, естественно, наследственность. И сейчас первым делом я посмотрю еще раз, какие у нас тут есть комментарии. Кто понимает причины лишнего веса, пожалуйста, поставьте плюсики. И также можете написать, как вы думаете, которая из этих причин является ваша. Возраст, беременность, гормоны, питание, малодвижение или же наследственность или гены. Так, я вижу, малодвигаюсь. Малодвигаюсь. Остальные участники. Ольга. Вот как раз Ольга попала в точку. Широкая кость и двое детей. Так, ну давайте, да, мы поговорим сначала о наследственности. Вот это моя клиентка Жозефин. Она пришла ко мне, когда ей было без пяти минут семьдесят. То есть где-то в 68 лет она ко мне пришла. И она из очень богатой семьи здесь в Канаде. Папа у нее был большим человеком. Он был мэром небольшого города здесь. И когда она росла, он всем деткам на, там, по-моему, на субботу или на воскресенье, на воскресенье, на воскресенье обед приносил каждому по коробке любимых пирожных. Как вы думаете, что произошло со всей семьей? Да. Они, поскольку они восприняли вот это внимание от папы и его постоянное желание всех накормить как любовь, то, естественно, многие, и не многие, а все, когда выросли, продолжали питаться в том же духе. И когда там им было 30-40 лет, у них начались проблемы с лишним весом. Вот, например, моя клиентка Жозефин, она начала худеть буквально, когда я тоже была лет 20 и худела всю свою жизнь безрезультатно, она испробовала все диеты, Weight Watchers, она испробовала Atkinson, это наша кремлевская диета. В общем, все возможные диеты, которые только есть, также голодание, также всякие чистки. В конце концов, от лишнего веса у нее развился диабет второго типа, так же, как и у у них в семье, по-моему, шестеро детей, у пятерых из них диабет, так же, как и у папы. В конце концов, ее вес достиг таких размеров, что канадское государство подарило ей, сделало ей бесплатную операцию на на желудок, ей отрезали часть желудка, и первые, по-моему, два месяца она сбросила, что-то 10 килограмм, и потом набрала лишних еще что-то 20. И пришла она ко мне, когда она была уже в таком очень плохом депрессивном состоянии, когда уже понятно было, что ничего не помогает, ни таблетки, ни операции, ничего. Как раз в этот момент у нее еще умерла сестра, опять же у нее был лишний вес и у нее был рак, и как бы через все эти годы у нее умирали братья и сестры, она в принципе осталась последней, и она пришла ко мне, и мы с ней начали работать. и в конце концов ей сейчас 70 лет, она сбросила лишний вес, да, она бабушка, но она похожа на человека, она не принимает больше лекарств от диабета, у нее нормализовался сахар в крови, и как вы видите, она очень сильно похудела, естественно, свои привычки питания она передала дальше, и поэтому мой следующий клиент это ее сын, которому сейчас 40 лет, и у него сейчас тоже за 100 килограмм, поэтому у нее был индекс веса, она была уже в третьей степени ожирения, и что я хочу сказать, что, конечно, размер кости мы поменять не можем, например, у меня тоже широкая кость, хотя этого так не скажешь, то есть это можно увидеть по размеру моих лодыжек, у меня широкая кость, и я, в принципе, единственная и первая женщина в семье, у кого нет лишнего веса, то есть мы, конечно, берем от своих родителей их кости, но мы можем поменять привычки, которые они нам передали, и также не передавать их дальше в следующее поколение. Это именно то, что сделала Жозефин со своей семьей. Да, она сейчас, когда она пришла ко мне, она жила с кошечкой, и теперь встречается с мужчиной, они путешествуют, как такие добропорядочные канадские пенсионеры по миру, и вроде бы собираются даже жениться. Так что, пудешка симпатичнее. Дело в том, что очень многие люди, с которыми я работаю, они еще очень стеснительные, кроме всего прочего. Поэтому, как вы видите, вот на первой фотографии, там, где она пухляшка, она как бы так вот себя оградила от мира вот этим, вот этим, вот этой бронью из лишнего веса. Она так сидит, вот такая защищенная, да, а здесь с нее сошел весь лишний вес, и каждый раз, когда мы ее фотографируем, да, у нее все время такой вид, как будто, ну, она очень стесняется, да, она теряется, как здесь говорят, как олень в ночных, на ночной дороге, да, в фарах. Следующая ошибка, которая приводит к лишним килограммам, которую я вижу у своих клиентов, они уже многое перепробовали, и сейчас настолько непонятно уже, что есть, что не есть, все вот эти диеты настолько нас уже непонятно, что делать, есть карбейт, углеводы, не есть углеводы. До этого мы, нам все кричали, что нужно есть все обезжиренное, теперь жир реабилитировали, и в принципе нет никакой рабочей системы, да, и от отсутствия рабочей системы страдает тело, потому что сегодня мы решаем, что нам необходимо убрать полностью весь жир, завтра завтра мы не можем остановиться, едим чипсы целыми днями, потом мы переходим на разгрузочные дни на яблоках, и в общем вот это вот, эти вот американские горки, они, конечно, приводят к тому, что человек набирает только больше веса. Кто помнит про похудение на ананасах? Скажите мне, пожалуйста, кто из вас встречался с этим феноменом? А, да, в 90-е вы помните было такое, что человек для похудения принимал две таблетки. Первую он принимал в начале для того, чтобы засадить в кишечник селитеров потом селитеры съедали все, что он ест, он очень сильно терял вес, и следующую таблетку он принимал тогда, когда он уже похудел. Да, следующая будет про ананасы, конечно. Следующую таблетку он принимал тогда, когда уже он похудел для того, чтобы этих селитеров убить, да, то есть такое количество информации, что ты не знаешь, кому верить, кому нет. Диета на ананасах, была, помните? Да, я вижу, Алика пишет, ага, анасы сейчас спрашивают, а нет ли у вас таких таблеток, и почему-то тайским называют. В общем, да, был такой слух, что в ананасах есть специальное вещество, которое сжигает жир, были специальные таблетки из экстракта ананаса, и потом выяснилось, что ты можешь, в принципе, люди пытались есть ананасы для того, чтобы похудеть, и портили себе в принципе желудок, потому что ананаса много есть не надо, он раздражает стенки желудка, вот, и в конце концов выяснилось, что для того, чтобы на самом деле похудеть на ананасе, этих ананасов нужно съесть чуть ли не 10 тысяч за раз, в общем-то, невозможно. Сейчас ко мне тоже постучалась женщина, есть слух, что на винограде можно похудеть, там есть какое-то тоже вещество, которое активирует сжигание жира в организме, да, я вижу, Алика пишет, еще жидкий как штан, ягоды годжи, которые никак не влияют на вес, и пурпурный чай Чангшу, который по факту к клитория и тоже к сжиганию жира никакого отношения не имеет. Да, это все относится к этой ошибке при похудении, что до правдивой информации невозможно добраться на самом деле. Вы помните, в 70-е годы все начали вдруг есть маргарин? Не вдруг, а было произведено исследование на жителей, на жителях разных стран, которые это исследование, как оказалось, немножечко модифицировали, но это, об этом нам сейчас рассказали. Так вот, по результатам этого исследования нужно было полностью отказаться от жира, и вот именно тогда изобрели маргарин, и сейчас выясняется, что маргарин это ужас-ужас, нужно есть на самом деле сливочное масло, и уже лет 30, как люди пытаются не есть сливочное масло, а есть маргарин, а сейчас мы повернулись на 180%, да, и при всем при этом, как бы, мы не можем прислушаться к организму, потому что мы его тоже уже запутали, да, если вы съели этот маргарин, и, в принципе, я вам скажу, да, и вам неприятно во рту, неприятный привкус остался, какие-то у вас есть неприятные ощущения в теле, это означает, что вам этот маргарин не нужен, то есть, в принципе, ответ на 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 эту ошибку, что нет правдивой информации, это то, что мы должны прислушиваться все-таки к телу, и при всем, при том, что мы пытаемся сделать правильно, да, то есть, мы слушаем все эти новости, мы читаем книги о диетах, слушаем экспертов, да, и при том, при всем, что мы, как бы, пытаемся сделать правильно, мы не прислушиваемся к телу, а оно, в принципе, все время голодное, оно испытывает голод именно по питательным, которые мы должны обеспечить нашему телу. И поскольку вот эта вот связь с телом разрывается очень сильно, мы больше не доверяем телу, мы не доверяем нашим инстинктам. Если, например, захотелось, я не знаю, там куриного супа, а у нас сегодня в диете салат с яйцом, в конце концов, когда мы не даем телу именно то, что оно хочет, мы едим больше, оно начинает бунтовать, у нас меняется гормональный фон, и тело как бы считает, что оно находится в состоянии голода и замедляет метаболизм. Кроме всего прочего, ежедневный стресс, который повышает уровень кортизола в крови, и опять же, тело наше не знает, как бы изначально у нас было два варианта опасности, нас съедят, и тогда нам нужно супербыстро бегать, либо мы можем вдруг замерзнуть, да, и тогда нам нужно поправиться для того, чтобы выдержать холода. И в любом случае, да, тело находится в постоянной боевой готовности. И, кстати, ученые вот сейчас, они как бы понимают, что есть два варианта людей, и как они, точнее, два варианта реакции на стресс у людей. Некоторые отвечают на стресс реакцией, ой, нас сейчас сожрут, давай похудеем, для того, чтобы быстрее бегать. Второй вариант – это, ой, сейчас начинается холод, давай запасать жир, да. И пока эксперты пытаются понять, от чего зависит вот эта реакция тела, у доброй половины населения тело просто запасает жир, и при этом стресс ежедневно повышается. Опять же приведу пример моей клиентки, которая не видела, каким образом у неё... А почему она набирает вес, хотя вроде бы она всё делает правильно, да, то есть пока я с ней не начала работать, она не увидела вот этой вот взаимосвязи. Когда ей грустно, она всеми силами пытается заесть эту грусть сладким. Это вот это и есть ответ на стресс, когда тянет именно на сладкое. Хотя вот как бы в нормальной, нестрессовой ситуации она всё время говорит, что она не любит сладкое, она не ест. Но при этом, как только у неё стресс, она может съесть торт просто. Так, ребята, пожалуйста, напишите мне, что происходит с вами, какая у вас реакция на стресс, реакция замерзания или же реакция убежать от хищника. Я попью водички, пока я жду. Так, реакция замерзания. Раньше была убежать после родов замерзания. Вижу. И на всё на это у нас есть ответы. Что я заметила? Что есть вот этот вот замкнутый круг, когда после жёстких диет у человека замедляется метаболизм, потому что мы ничего не можем сделать на самом деле с нашим телом, когда мы не даём ему есть. У него начинается инстинктивная реакция на... Сейчас стрессов меньше. Это хорошо. Александр раньше заливал стресс холодным пивом. Быстро и эффективно. Да, молодец, молодец. Так вот, после жёстких диет происходит замедление метаболизма. Почему? Потому что что происходит на жёстких диетах? Это всё равно, что мы приказываем своему телу не дышать, да? То есть вы можете себе представить, что вы себе сказали вместо «не ешь», вы сказали «не дыши». Надолго вас хватит? То есть включаются все инстинкты выживания, и организм замедляет метаболизм. И мы даже можем похудеть на этих диетах, но потом при стрессе мы начинаем снова есть и снова появляется лишний вес. Так что при стрессе много начинаю двигаться. Ната нам сказала. Это хорошо, кстати, двигаться много при стрессе. Это очень правильная реакция на стресс. Кстати. Молодец. Ната, скажите, пожалуйста, у вас есть лишний вес? Потому что мне просто интересно, что когда человек при стрессе начинает много двигаться, наверное, у него не должно быть лишнего веса, правильно? Значит, главная причина, в принципе, почему мы не можем сбросить лишний вес, это всё-таки жёсткие ограничения при диетах. И если мы подойдём к этому вопросу с другой стороны, если мы уменьшим стресс по поводу ограничений в еде и расслабим наше тело, то оно перестанет запасать жир. А если вы ещё и ускорите метаболизм, вы начнёте худеть, и вот в этот момент как раз вы и придёте к вашему идеальному весу, который у вас был в 18 лет. Итак, 4 шага. Для того, чтобы похудеть, нам нужно ускорить метаболизм, нам нужна обязательно система, которая работает. Да, я вижу, на это написало 7 килограмм лишнего веса. Вот, его можно сбросить с помощью 4 шагов. Ускорить метаболизм, выбрать систему, которая работает, которая не врёт, которая не основывается на каких-то волшебных таблетках. И после этого очень важный шаг – это не бросить и не набрать вес снова. Четвёртый шаг. И для тех, кто разочарован той новостью, что как бы этот вес не уйдёт буквально за неделю, потому что я знаю, что, например, я очень нетерпеливый человек, и именно поэтому и худела на всех этих диетах, потому что мне нужно было похудеть ещё вчера, правильно? И мне один очень умный человек прислал вот эту табличку. Мы рождаемся за один день, мы умираем за один день, мы можем даже измениться за один день. Алика шутит. Найти систему мыши, станьте ёжиками. Точно. Мы можем влюбиться за один день. Всё, что угодно может произойти с тобой за один день, но, к сожалению, похудеть за один день нельзя, потому что это процесс, это путь, на который нужно встать и пройти его до конца. И в начале, конечно же, он начинается с того, чтобы принять решение, и потом не сдаваться. И главное, не бросить. И не набирать вес снова. Но что происходит на моей программе, это то, что она настолько комфортная, что человеку не надо отъедаться после того, когда она заканчивается. То есть нет вот этого... Этот переход очень такой плавный, когда человек хочет похудеть, похудел, и в принципе он продолжает есть так, как мы... Как я научила человека есть на этой программе, потому что это вкусно, потому что это комфортно, и человек не набирает вес снова. Даже тогда, когда начинается стресс, потому что человек начинает реагировать на стресс тоже по-другому, не заеданием. Итак, что я предлагаю, это выход ускорения метаболизма, похудения без стресса и комфортные, постепенные изменения текущего питания, что мы не можем отказаться от любимых продуктов. Я не могу вам запретить вдруг перестать вообще есть хлеб, вообще перестать есть картошку, вообще не есть никогда сахара. Потому что я знаю, что предзойдет. Если я вам это скажу, да, вы продержитесь две недели, как я когда-то продержалась, по-моему, две недели на диете Аткинса. Ух, она такая суровая. Можно есть только мясо, рыбу, жиры, сыр, овощи. Нельзя почти что есть никаких фруктов. И вообще невозможно есть никакого шоколада. То есть для меня это была просто трагедия. Когда об этом услышала, я решила похудеть, но все, о чем я думала, это шоколадки. И чем отличается моя система? Она максимально простая. То есть вам не нужно будет прикладывать много усилий. Я отношусь к тем людям, я научилась как раз у голливудских звезд, каким образом они становятся успешными, что ты прикладываешь минимум усилий для того, чтобы достичь максимума результата по закону Парета. без отказа от любимых продуктов. И это курс для обычных, хороших людей, у кого есть и работа, и семья, и нет времени бегать за экзотическими продуктами, проводить по два часа изнурительных тренировок в спортзале. Кому нужно за детьми успеть, кому нужно успеть приготовить, кому нужно обязательно успеть и на работу сходить, и чтобы еще время было пойти в кино с любимым, в ресторанчик, с друзьями пообщаться, правильно? Для тех, кто только что присоединился и не успел забрать подарок, пожалуйста, забирайте его сейчас. Александр, подарочек в студию. Пока Александр выкладывает ссылку. Напишите мне, пожалуйста, кто не успел взять подарок. О, замечательно! Все, подарок в студию. Я вижу. Напишите, пожалуйста, плюсики, если вы успели его забрать. И я перехожу. Замечательно! Спасибо! Да, опять к моей любимой Жозефин, потому что она меня настолько поразила этим своим результатом, что когда я разговариваю со многими женщинами у нас в России, для них, как бы, после 45-ти, это все уже, жизнь заканчивается, пора готовиться к пенсии, никто на тебя не смотрит, да? Ну вот, у Жозефин была примерно такая же, в принципе, такой же менталитет, она не особенно отличается от нас менталитетом. И при этом все-таки она сказала, вы знаете, что я хочу быть первой из всей своей семьи, из всех своих детей, кто прожил свою жизнь достойно. И она это сделала не только для себя, она еще и сделала это для своих внуков, чтобы показать, что это ей, что это можно сделать. То есть при всем, при том, что она как бы передала какие-то тоже, сама того не зная, она передала своему ребенку, своему сыну какие-то неправильные привычки питания, она в этом не виновата, это у нее в подсознании, при этом она как бы исправила свое поведение в конце концов и показала ему, что может быть и по-другому. И вот я вам сейчас прочитаю одно письмо, которое я нашла на блоге и которое, в принципе, тоже, оно меня тронуло до глубины души, потому что оно описывает о том, как лишний вес меняет нашу жизнь. Девушка пишет, «Качество моей жизни зависит от моего веса». Сейчас я вешу 120 килограмм. Когда-то я весила от 57, и при росте 164 сантиметра все у меня было прекрасно. Все говорили, что я красивая. Поклонников было много, я быстро вышла замуж, 18 лет. Муж меня обожал, родился ребенок. Я отвечу на вопрос обязательно по витаминам и БАДам. НАТО, витамины и БАДы обязательно нужно пить. И вообще следует посмотреть, чего вам не хватает в организме. Почему? Потому что при нашем сегодняшнем питании у нас большая нехватка витаминов, минералов. И поэтому, если вы видите какой-то комплекс полный минералов и витаминов, обязательно его возьмите. Таким образом вы будете дополнять то, что вам не приходит с пищей. Потому что все наше здоровье на самом деле находится на конце нашей вилки, честно говоря. И полностью, на все 100% обеспечить, конечно, потому что нашему организму ежедневно нужно до 80 всяких микроэлементов. До 80. И полностью обеспечить иногда не удается. То есть мы можем так вот в общем дать себе адекватное количество белков, адекватное количество жиров и углеводов. Но при этом, если чего-то не хватает, это всегда восполняется витаминами и БАДами. И ни в коем случае нельзя без них. Также обязательно посмотрите, например, капсулы рыбьего жира. Они тоже очень важны при похудении. Я не знаю, какие у вас там могут быть еще проблемы со здоровьем. Если у вас, например, вегистососудистая дистония, тоже обязательно нужно пить капсулы с рыбьим жиром. Для разных других проблем тоже обязательно. Нужно пропить БАДы обязательно. Так что я читаю дальше. Да, вот Алика после меня осветит эту тему. Я читаю дальше. Поклонников было много, я быстро вышла замуж в 18 лет. Муж меня обожал, родился ребенок. И вот тогда-то все началось. За время беременности я набрала 25 килограмм. После родов думала, что быстро смогу похудеть. Попробовала разные способы. Диеты, голодание, разгрузочные дни, гербалайф. Занималась аэробикой. Вес держался на 77 килограммах. Муж постоянно говорил, что нужно худеть. Его отношение ко мне стало меняться. Теперь не он требовал внимания к себе, а я от него. Изменилась и наша интимная жизнь. Раньше муж постоянно хотел секса, а теперь его могло не быть неделями. И однажды, когда я завела разговор на эту тему, он сказал, да ты посмотри на себя, сначала похудей. В итоге, прожив вместе пять лет, мы разошлись. Причина — мои лишние килограммы. Я решила все изменить, и началась Великая война с лишним весом. Я худела и ела. Опять худела и еще больше ела. Не было дня, чтобы я не давала себе слова начать худеть завтрашнего дня. Я перепробовала все, что можно. Кодировку — минус 20 килограмм. Голодание — один килограмм в день. Иглоукалывание — минус 7 килограмм. И много другого. Но вес всегда возвращался. Я перечитала кучу литературы. В итоге мне сейчас 36 лет. И вешу я 120 килограмм. Теперь хочу рассказать, как менялась моя жизнь с каждым набранным килограммом. До 95 килограмм у меня еще были романтические встречи. Дальше у меня не было ни одного романчика. Вот уже 6 лет, как у меня не было секса. А ведь раньше я не могла и неделю без него прожить. У меня по-прежнему красивые глаза, густые волосы, веселый характер. Чувство юмора. Но мужчинам это неинтересно. А после 105 килограмм начались серьезные проблемы со здоровьем. Почти прекратились месячные. Появилась гипертония, проблема с желудочно-кишечным трактом, варикоз, ожирение сердца. И все врачи говорят срочно худеть. Подруги у меня есть, но встречаюсь я с ними в основном только дома, так как не хочу отпугивать от них поклонников. По улице хожу с опущенной головой, боюсь встретить знакомых. И я по-прежнему каждый день даю себе обещание начать новую жизнь с завтрашнего дня. Это очень грустное письмо. Вопрос вам. Как лишний вес изменил вашу жизнь? И пока вы пишете, я хочу вас еще спросить один вопрос. Когда лучше начинать? Это как задать вопрос. Когда лучше всего бросать курить? Летом, зимой, когда устроюсь на работу, когда все будет хорошо, да? Как всегда, идеальных ситуаций не бывает, и проблему нужно решать тогда, когда она появилась. Правильно? И потому что жизнь у нас одна. И вот вам еще один пример девушки, которая сбросила 35 килограмм лишнего веса. И это то, что вы получите в результате. Восхищенные взгляды окружающих, уверенность в себе, избавление от комплексов, полноценная интимная жизнь, хорошее самочувствие и бодрость, восстановление здоровья, давление, отдышка, суставы, позвоночник, сахар, холестерин, а также, что в принципе для меня является одним из важнейших факторов, возможность одеться. И хотела еще спросить, как давно вы пытаетесь сбросить лишний вес? И если это продолжается уже более двух лет, значит, все перечисленные методы не работают. И если вы сюда пришли на этот вебинар, значит, эта проблема уже остро стоит. Я хотела также у вас спросить о вашей мотивации, да? Что вы хотите получить от похудения и насколько это важно для вас и вашей семьи? Я большую часть уже сбросила после родов. Осталось то, что набрала до родов, чтобы забеременеть. Да, значит, сбросишь, и это тоже. И если вы отвечаете себе на эти вопросы, как сейчас ответила Алика, значит, вы уже начали сбрасывать вес, потому что вы уже приняли это решение. И вот примеры мотивации. Вы можете мотивировать себя здоровьем или же красотой, но эту мотивацию нужно, конечно же, обозначить для себя ясно и четко. То есть я хочу, к примеру, сбросить 40 килограмм за полгода, чтобы избавиться от гипертонии и одышки. Или же я хочу похудеть на 10 килограмм и иметь красивую фигуру, чтобы мужчины приглашали меня на свидание. Так что, пожалуйста, да, я хочу и то, и другое. Молодец, Алика, значит, будет. Вот запишите себе, что вы получите в результате похудения. Следующая ошибка, я хотела поговорить, это недостаток жира в диете. Я немножечко об этом говорила, и на меня это наводит тоску, когда я до сих пор еще вижу женщин, которые сидят на обезжиренных диетах. Это невозможно. И вот вам для мотивации Хелен Миррен, которая за 60 уже, и посмотрите, как она выглядит. Мне не нравится поясок на талии, но, блин, пиво все равно нравится. Ну, вам не нужно его бросать, пиво можно продолжать пить. Куда ж без пива? Разве можно прожить без пива? Для того, чтобы похудеть, пиво бросать не надо. Так вот, еще раз говорю о том, что жиры нужно обязательно есть и выбирать хорошие жиры. Яичные желтки – это животные жиры, рыбий, жирное мясо. Обязательно добавьте в свою диету рыбий жир. И если вам по какой-то причине не нравится сама рыба, берите капсулы. Также у вас должна быть обязательно, да, кокосовое масло, обязательно, да, орехи, семечки, оливки. И при таком правильном похудении у вас будет результат, как у этой моей клиентки. И в результате, конечно же, от похудения у многих моих клиентов выравнивается здоровье, они избавляются от одышки, гипертонии, перестают храпеть. И все это происходит в результате того, что мои клиенты ускоряют свой метаболизм. Если вы начнете искать специалистов, да, как, например, не все специалисты вообще понимают, что происходит с лишним весом. Мой доктор иногда спрашивает у меня советов, потому что ему как бы стыдно прям пойти ко мне на консультацию, но он понимает, что он в плане веса совершенный профан. И для него я в этом плане являюсь специалистом, потому что он знает, что у меня был лишний вес. И я от него абсолютно избавилась. Вот еще одна моя клиентка, которой я помогла. Также я вам не предлагаю полностью исключить сладкого. Это является одной из ошибок. Это является одной из ошибок. И вы можете продолжать есть темный шоколад. Кстати, темный шоколад важно есть, особенно женщинам. Там очень много железа. Если вам не нравится темный шоколад есть, как бы хороший, достаточно сладкий. Это риттер спорт с орехами. Вы можете продолжать сухофрукты, фрукты и ягоды. Если вы полностью откажетесь от сладкого, то вы, скорее всего, сорветесь снова и наберете потом лишний вес. Вот еще одна моя клиентка. Я вам показываю, как она сбросила лишний вес. И еще одно напоминание, что как только у вас начнет снижаться лишний вес, у вас будет больше ощущение, что вы контролируете свою жизнь. Удовольствие от того, как вы выглядите. Вы будете более открытой к людям. Люди будут тянуться к вам. Естественно, будет больше свиданий. Вы сможете даже устроиться на работу, на ту, которую вы хотите, потому что у вас будет ощущение куража. Да? И я понимаю, что лишний вес – это такая, скажем, карма. И это не ваша вина, потому что на самом деле очень много противоречивой информации, слишком много волшебных таблеток, и на самом деле уже непонятно, что делать в конце концов. И что я на самом деле предлагаю, вот тут Ольга Илюхина спрашивает, как же ускорить метаболизм без диет, без волшебных таблеток, без изнурительных тренировок. И также я вам хочу сказать, что этот курс рассчитан на людей, у кого не хватает времени, денег и сил всем этим заниматься, да, у кого есть и семья, и работа, и нет денег на какие-то непонятные заморские продукты. Я вам предлагаю только вкусную еду. Мы не будем заниматься тем, что мы будем терпеть. комфортабельно курс происходит по 20 минут в день. Вам нужно тратить буквально на себя, без заморочек. Курс для хороших, живых, нормальных, обычных людей, а не роботов, которые могут зашить свой род, да, и не есть. И также его легко понять и легко выполнить. Ну и просто для сравнения тут цены на программы, да. Доктор есть такой, Ковальков, это диетолог с пузиком. Вот он предлагает программу VIP за 470 тысяч рублей. Да, и у меня на моем курсе всего 10 мест для того, чтобы я могла уделить внимание каждому участнику. И я прошу сейчас, чтобы Александр сбросил ссылочку, чтобы вы могли кликнуть и посмотреть на эту программу «Ускорение метаболизма». Сейчас я закрываю. Сейчас, одну секундочку. Привет, привет! Я снова с вами. Да, я увидела, что Александр скинул ссылочку. Я надеюсь, что я вам сейчас ее тоже покажу. Вот, лучший курс для похудения, онлайн-курс «Быстрый метаболизм». Вы можете сейчас посмотреть на то, что я предлагаю. А предлагаю я 5 уроков. Мы включаем гормон лептин, отвечающий за сытость, и вы начнете сбрасывать лишний вес сразу после первого урока. И уже через 1-2 месяца вы похудеете на 10 килограмм, избавитесь от проблем со здоровьем. В модуле номер 2 мы выключаем гормон грелин, который отвечает за голод. В модуле номер 3 я вам дам полный список продуктов, которые ускоряют обмен веществ, и также их сочетания, которые еще больше ускоряют обмен веществ. Таким образом вы можете не только сами похудеть, но еще и помочь своим близким. В модуле номер 4 мы делаем упражнения, которые тонизируют, а также помогают выведению шлаков, что просто необходимо для ускорения метаболизма. И мы разбавляем плазму крови. И это будут уроки онлайн. Начинается курс 17 января, и у нас будет вебинар обратной связи. И для тех, кто сделает заказ сегодня, я еще и могу подарить бонус курс «Как убрать живот за две недели». И к курсу еще идет бонус книга моих авторских рецептов, чтобы вы не ломали голову о том, что же вам нужно приготовить. Ну, у меня на сегодня все. Я вас всех благодарю за то, что вы со мной были, и передаю слово Алике. Стоять, 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 стоять. Подожди, а как же ответы на вопросы? Стою, все, прошу прощения. Да, Ир, вопрос у меня был от клиентки, которая тебе задавала до вебинара. Она мне задавала еще раньше, мы общались на эту тему. Дама бросила курить, и после того, как она бросила курить, она набрала лишний вес. Так, меня слышно? Да, да, да. Да, меня слышно, ага, окей. Она набрала лишний вес и начала худеть, и у нее вообще не получается. То есть она придерживается здорового питания, старается максимально питаться здоровой пищей, старается не переедать, вроде за всем контролирует, говорит, что вроде как стрессов у нее нет, а в итоге вес на месте. Она его не сбрасывает и не набирает, но он на месте. Вот для тех людей, которые бросили курить и начали набирать, набрали вес после отказа от никотина, что им надо сделать для того, чтобы они начали наконец-таки курить? Какой первый шаг? Ну, во-первых, курение, да, это такой интересный вариант, заземление тоже для многих людей, это для тех людей, кто не может по-другому справиться со стрессом, кроме как вот это еще движение как бы примешивается. И еще курение, оно от табака, он ускоряет метаболизм. И скорее всего, что без вот этого постоянного прилива никотина в кровь, у нее замедлился метаболизм. И телу, естественно, чего-то не хватает. И нужно посмотреть, во-первых, насколько достаточно она ест белков, потому что 90% людей сейчас не едят достаточное количество белков. Насколько она хорошо ест достаточно жира, то есть там должно быть у нас как минимум 25, а то и 30% жира в нашей диете. Вот. И какие углеводы она употребляет, да? И, естественно, поскольку она бросила курить вот так вот резко, и в организме отсутствует этот постоянный толчок никотина, то ей нужно заняться своим метаболизмом, потому что это распространенная проблема людей, кто, в принципе, был худенький, курил и бросил курить, и вдруг начал расползаться. Это нормально, потому что вот этого постоянного прилива никотина больше нет. И нужно ускорять метаболизм другими способами. Окей, еще один вопрос мне пришел в личку. У меня почему-то не все поняли, как писать сюда комментарии, у всех получается, мне пришло личное сообщение, да, что после гормональной терапии набрался вес, и сейчас тоже дама, она вынуждена принимать гормональные таблетки, вот она спрашивает, можно ли принимать, принимая гормональные препараты, комфортно сбросить вес? Да, можно, можно. И в конце концов, то есть вы должны будете просто активировать эти гормоны у себя натуральным образом. Во-первых, опять же, я разговариваю с Аликой, она у нас королева всех этих препаратов, есть очень много, на самом деле, вот я сейчас, одну женщину даже лечу от депрессии, можете себе представить, она отказалась от официальных таблеток, так называемых, химических, да, и перешла на травные, и они прекрасно работают. То есть есть точно такие же великолепные растительные средства, которые, в которых нет так много побочных эффектов. Знаете, как мне нравится слушать иногда рекламу химических препаратов здесь по телевидению, здесь же нужно все время говорить, да, про то, какие возможны проблемы с организмом после этого, и в конце они говорят, and then you might die, да, и после этого вы можете еще и умереть. Вот. И после всего этого они нам предлагают еще и пить все эти химические препараты. Так вот, для меня как бы ответ прост, это, во-первых, по максимуму перейти на, то есть добавить растительные препараты, у которых нет такого количества, нет такого плохого эффекта, и которые не дисбалансируют полностью наш организм, то есть они, наоборот, добавляют баланса в наш организм, правильно? И заняться, опять же, заняться именно гормоналкой на каком уровне? Через массажи, через правильное питание это все можно настроить. То есть есть точки в организме, при нажатии которых у вас активируется обмен веществ. И, конечно же, приходите на курс ускорения метаболизма, там мы тоже об этом поговорим. Еще один вопрос, я засчитывать не буду, уже на память, чтобы в чат не переходить с этой страницы в страницу. В общем, барышня пишет, что она понимает, что для того, чтобы разогнать метаболизм, нужно делать упражнения. Я вот разжиматься не могу, у меня запястья перебиты, переседать не могу, у меня там колени болят, и вообще как бы я себя плохо чувствую после физических упражнений, что мне делать? Будет ли это эффективно без физических упражнений, если я вообще вот никак не могу ничего делать? Абсолютно, абсолютно, да, эффективно будет. Почему? Потому что я даже работаю с людьми, которые не могут двигаться, почему? Потому что это нормально, да, человек не может двигаться от того, что у него лишний вес, да, или какие-то проблемы с организмом. Это все нормально, и этим нужно как раз вот сейчас начинать заниматься, чтобы не оказаться полностью приклеенным к кровати на всю оставшуюся жизнь, да. То есть начать это нужно постепенно, и не нужно будет ни отжиматься, ни приседать, то есть мы будем заниматься упражнениями из восточной медицины, из восточных искусств, которые как раз направлены на укрепление изначальное, чтобы вы были готовы и могли потом уже, если вы захотите какой-то тонус придать мышцам, вы сможете это сделать. Алика, тебя не слышно, к сожалению. Я выключила микрофон, я умная, да. У кого-нибудь есть еще вопросы к Ирине? Давайте сейчас еще буквально пять минут Иру поддержим. У кого есть какие вопросы, давайте напишем в чате. Ира постарается на них ответить, если есть вопросы, и я уже как бы перейду к своему блогу и будем потихоньку завершать. Мы вообще планировали на час, у нас уже полтора часа, но я побыстренько свой блог пройду. Я прошу прощения, я тут разговорилась, потому что я как бы решила добавить к своей истории немножечко. Я поняла, что я обожаю проводить вебинары, поэтому меня теперь не заткнуть. Давай, давай, всеми своими секретами рассказывай все, что можно, будем тебе очень благодарны. Так, ну, пока никто ничего не отвечает. Ир, спасибо тебе большое, для меня на самом деле было довольно познавательно, я как бы ответила себе некоторые моменты, поняла, где я на самом деле в правильном направлении двигаюсь, как бы перекликается с тем, что я как бы информацию находила, да, как бы, ну, интересно в самом деле прийти к тебе на курс, посмотреть, что там, как, уже примерить на себя, потому что я всегда ищу для себя что новое, я открыт для новой информации, и спасибо тебе большое, что ты была с нами. Если будут какие-то вопросы потом, можно мы будем тебе их задавать? Обязательно. Обязательно. Пишите мне, пожалуйста, пишите. Хорошо, спасибо, дорогая, я тебе дам ссылку на статью, где там люди будут оставлять вопросы, я, с твоего позволения, выложу эту запись у себя в блоге, и люди... оставляйте комментарии, если у кого-то будут вопросы, может, ты сможешь там выйти из своих социальных сетей и отвечать на вопросы прямо по статье. Все, Ир, спасибо тебе большое. Ой, я вижу, Ольга спросила, как ускорить метаболизм. Да. Через работу с гормонами, через работу с гормоном лептином и грелином. Ир, а как с этими гормонами работать? Да, вот как мы же станете ежиками, да, вот как ты с ними работаешь, там залазишь как-то... Ну, это, во-первых, определенные действия, то есть, они отключаются, один включается, другой выключается при нормализации сна, при нормализации питания, да, при определенном... да, я вот... все, я вижу. То есть, вы именно направляете все свои действия на то, чтобы выключить постоянный голод, да, и постоянное желание сладкого, и мы включаем, наоборот, этот гормон, который отвечает за сытость. И он включается тем, что, во-первых, если, как бы, человек долгое время сидел на диетах, да, или у него длинные особенно промежутки между питанием, то он, в принципе, находится в состоянии постоянного голода, да, то есть, нужно человеку какое-то время есть с небольшими промежутками тоже, и немного, да, и какие-то определенные продукты, потому что я сейчас назову весь список, то я... мы еще на час уйдем. Да, то есть, ты регулируешь работу этих гормонов через повседневные привычки, то есть, изменяя какие-то привычки, которые можно легко внедрить в жизнь каждого человека, то есть, это режим отдыха, режим бодрствования, питание, там, какие-то изменения, добавление каких-то веществ, устранение каких-то веществ, испытание, там, какие-то гитарические нагрузки, образ мысли, это как бы все вместе, то есть, и в целом, получается, что как раз по этим комплексам ты стараешься отключить и включить какие-то гормоны, которые отключают за ускорение метаболизма, да? Все правильно, да. Малика, замечательно, спасибо большое. Спасибо, что меня пригласила, великолепно. Спасибо, что была с нами, вот, поэтому я перехожу дальше. Хорошо, я выключаюсь. Окей. Так, на самом деле, проблема лишнего веса до беременности, до того, как я вот вообще решила стать мамой, да, у меня эта проблема вообще не стояла, у меня вообще стояла проблема набрать вес, потому что у меня не хватало веса для того, чтобы забеременеть. И врачи мне сказали, что когда, я сначала меня вообще там ставили полное бесплодие, то у меня пролечилось, в Таиланде я восстановилась полностью, и когда у меня уже все гормоны вырабатывались нормально, но я не могла забеременеть, мне врачи сказать, тебе надо брать 5 килограмм. Я набрала этих 5 килограмм, я смогла забеременеть. После, во время беременности я набрала вес, когда я родила ребенка, у меня было 68 килограмм, 10 килограмм я сбросила, это на самом деле было нелегко, потому что мне делали кесарево, и были осложнения, была реанимация, я практически лежала в постели, я не могла ходить, и при этом у меня было лишние 10 килограмм, мне надо было запустить кишечник, который остановился после операции, то есть это была довольно такая непростая ситуация, но в итоге шаг за шагом постепенно я вышла из ситуации. Я до сих пор не могу заниматься физическими упражнениями, потому что я начинаю заниматься больше 15 минут спортом, вот не просто какие-то плавные растяжки, а если делать силовую йогу, если там начинать какие-то упражнения на прессе, занять на тренажерах, пробежки, меня начинает сильно брызг голова. Прощения никак не могут объяснить, поэтому я немножко выйду в обход, я стараюсь, то есть я регулярно делаю чистку кишечника, у меня в рационе постоянно очень много клетчатки, то есть я стараюсь употреблять много клетчатки, это брокколи, кстати, брокколи, оно имеет отрицательный индекс калорий, то есть если говорить простыми словами, то для того, чтобы переварить брокколи, затрачивается больше калорий, чем в самом брокколи. Вот, кроме того, я, когда я избавлялась от живота, я долго искала, чем мне как раз-таки запустить работу кишечка, потому что у меня была серьезная проблема, и я вот нашла вот перчатка, такие пакетики на коробочке, она оказалась здесь одна из самых дорогих в Таиланде, но она оказалась самая эффективная, то есть я попробовала вообще все, что есть, вот это вот оказалось самое эффективное средство, у нас на сайте это все есть, также у меня по похудению, у меня есть очень интересный опыт, у меня есть старшая сестра, которая на самом деле есть лишний вес, и она пробовала очень много всяких диет, вплоть до диеты, когда она питалась три раза в неделю, три раза в неделю, ей ставили иголочки в ухо, и она практически ничего не пила, и ела три раза в неделю, но когда она с этой диетой сорвалась, она ела как вот такой алкоголик, который вот срывается, то есть я это все видела, это все было на моих глазах, и сейчас, после этих вот диет, которые, она и морозник пила, который на самом деле считается ядом, и там очень много этих вот вредных веществ, в этом морознике, которые просто отравляют организм, потом эти вещества уже тяжело выводятся, и после вот этих всех диет уже потом ей ничего не помогало, никакие средства для похудения, что мы не пробовали, оно ничего не помогало, но сейчас вот у нее очень хороший результат, она отказалась просто, стало меньше ей сладкого, ну не то, чтобы она полностью отказалась, она просто стала меньше его есть, и начала пить вот этот чай, сача инчи, и у нее идет стабильно 300 грамм веса в день, я ем сладкое пью этот чай, у меня 200 грамм в день, вот, кроме того, когда мы садимся на диет, да, особенно вот у Ирины, у нее идет система, я еще не знаю, я пойду посмотрю, что у нее в системе, не самое интересное, на самом деле, есть тайская система похудения, на ней сидел наш тайский менеджер, она заключалась в том, что вы едете неограниченное количество овощей, неограниченное количество зелени, но вы не едите фрукты, масла, все это вот нельзя, тут неограниченное количество зелени и овощей, и раз в день кусок мяса размером с ладонь, не больше, и причем мясо приготовлено на пару, и она за первый месяц сбросила 10 килограмм, потом еще за полгода в целом она сбросила 30 килограмм за полгода, у нее ушли многие проблемы со здоровьем, но во время этой диеты, во время этой диеты она пила кальций, она пила витамины группы В, она пила белковый коктейль, у нас на сайте он есть, но сейчас я его не заказываю, потому что мало пользуется спросом, сольный протеин, если вам интересно, вы напишите, я его завезу опять на 100, но опять будет достаточно очень эффективно, когда вы садитесь на какой-то такой диет, когда у вас много овощей и мало мяса, надо дополнять коктейли, опять-таки, что же касается вегетарианства, а плюс еще там у нее была клетчатка, то есть была клетчатка, витамины группы В, кальций и белковые коктейли, и при этом это похудение шло комфортно без ущерба для здоровья наоборот, она поправила свое здоровье. Когда она вышла с той диеты, она набрала 5 килограмм, и этот вес стабилизировался, уже прошло 2 или 3 года, у нее так вес и остался, то есть она ест, что она хочет, она делает, что она хочет, но при этом она занимается спортом, делает постоянную аэробику, и у нее вес стабилизировался, он у нее так и стоит. Ко мне часто очень обращаются вегетарианцы, причем как обращаются, сейчас пишут, у меня вот такие-такие-такие расстройства в организме, помогите. И я уже так сразу пишу, говорю, девочки, вы спросите, а человек сейчас не вегетарианец? Я спрашиваю, говорю, да, 5 лет занимаюсь вегетарианством. Вегетарианство, конечно, полезно, если люди, которые занимаются вегетарианством, они питаются, вегетарианство, они сбалансированно питаются. То есть, если они пополняют из других источников те микроэлементы, которые есть в мясе, это обязательно железо. То есть, если вы не знаете, как это вот скомпоновать свой рацион так, чтобы все было сбалансировано, пейте БАДы. У нас на сайте есть шикарный БАД, сейчас я вспомнила, для беременных, где содержится и рыбий жир, где содержатся витамины группы В и все остальное, которые как раз-таки помогают восстановить полноценный обмен веществ тем, кто находится на вегетарианстве, у которых уже организм уже много лет, потому что первый год хорошо, второй год хорошо, третий год хорошо, а четвертый, пятый уже начинаются какие-то сложности. И у меня для вас есть еще один сюрприз. я общалась с диетологом, который сам занимается вегетарианством, и я подошла к нему с этим вопросом, и он обещал дать мне интервью и рассказать, ну, он очень стеснительный, он не согласился на вебинар, поэтому он говорит, что я соберу ваши вопросы, и он мне на эти вопросы подробно ответит, распишет и расскажет, какие микроэлементы надо принимать вегетариане, чтобы не было сбоя в обмене веществ, чтобы не пошли нарушения в здоровье, потому что здесь очень важно не навредить, потому что вроде как мы за хорошее дело, многие приходят из вегетарианства, потому что кто-то хочет спасти планету, потому что животные очень много едят травы и в итоге уничтожают землю, есть такое мнение, да, кто-то хочет считать, что в мясе много антибиотиков, всякой химии, и он не хочет поглощать вместе с мясом, и поэтому кто-то приходит в вегетарианство начинает заниматься какими-то энергетическими практиками, а мясо как бы оттяжеляет энергетику, поэтому лучше и лучше идет энергия по телу, когда ты не ешь там мясо, да, то есть по разной вообще причиной люди приходят в вегетарианство, но как всегда подходить с умом, и если вас интересует тема вегетарианства, как важно, как сбалансировано питаться, если ты вегетарианец, какие БАДы нужно дополнительно принимать, пожалуйста, в статье, вот сколько вы дали, пишите свои вопросы, я их соберу, и потом отдельно тоже в статье оформлю интервью с этим человеком, который расскажет, как, что делать для того, чтобы, будучи вегетарианцем, не использовать свое здоровье, а только наоборот, сделать свое благо. Вот, и во время тоже похудения, какие, ну какие добавки, в принципе, во время похудения стоит принимать, чтобы был баланс, я, в принципе, рассказываю, витамины группы В, ускоряют метаболизм астаксантин, ускоряют метаболизм эвриконодлинолистная, эвриконодлинолистная, она также стимулирует выработку гормона роста, то есть она стимулирует обновление клеток в организме. Также метаболизм ускоряет L-карнитин, он у нас идет с бетаином, и что еще хотелось сказать, но без головы вылеза, да, и кокосовое масло, если его пить натощак, оно тоже очень хорошо помогает, оно очищает кишечник, оно улучшает работу желудочно-кишечного тракта, есть много отзывов, также помогает похудеть чай из горцинии, но он имеет слабительный эффект. Если вот этот вот чай, про который играл с Inca Inche, для звезда Inca, вот эти шкарлупки, оно не вызывает слабительного эффекта, то вот эта клетчатка, она вызывает слабительный эффект. Q-Bright тоже многие у нас пьют, у нас хороший результат, оно вызывает слабительный эффект. У нас на самом деле целый раздел препаратов, которые улучшают работу кишечника, хлорофилл опять-таки же, да, самый такой простой, безобидный, и который вот хорошо помогает очищать весь желудочно-кишечный тракт, но стоит у нас не дорого, хлорофилл в маленькие пакетики, просто растворять в воде и пить, тоже дает очень хорошие результаты. Так, да, вот Саша бросает ссылки. Да, от запоров очень это, я на самом деле просто спаслась, меня это, вот я сейчас перешла, да, в комментарии, пишет Светлана, что, да, клетчатка очень эффективна от запоров, да, я как раз-таки спасалась от запоров, когда я искала эту клетчатку, мне это на самом деле просто после кесаря это была просто беда, меня не брали, вот все средства выслабительные, которые у нас на сайте были, они меня практически не брали или брали время, то есть ты пьешь таблетки, все хорошо, ты перестаешь пить, у тебя опять живот раздувается, все это больно, все это очень неприятно, а эту клетчатку мне, правда, пришлось пить постоянно два месяца, чтобы запустить свой кишечник, чтобы вернуть моторику, чтобы все это вернуть, мне пришлось два месяца каждый день пить эту клетчатку. Но когда я остановилась, когда я перестала ее пить, у меня кишечник продолжил работать нормально, так же, как на клетчатке, то есть да, это мне обошлось дорого, да, это было два месяца каждое утро слабительный эффект, но тем не менее это того стоило. И сейчас тоже, когда я чувствую когда есть какой-то дискомфорт, я перехожу к этой клетчатке, потому что я знаю, что время от времени, опять-таки, эта клетчатка, она очень эффективно идет с антипаразитарной программой, когда вы избавляете от паразитов, если у вас вдруг что-то есть в кишечнике и при антипаразитарной программе эти животные погибают, они могут устроить затор. И вот представьте, да, вот эта вот вся вот масса, да, она еще начинает разлагаться, это все, токсины идут в кровь, и чтобы эту ситуацию предотвратить, во время антипаразитарной программы тоже пять дней клетчатка, она это все полностью выводит, очищает, и вы спокойно даже живете, как садная клиентка, что я когда пропила клетчатку после антипаразитарной программы, и мой мир изменился навсегда, никогда больше не станет прежним, потому что когда я видел, что из нее вышло, это, конечно, да, то есть, ну, это вот эффективное средство для устранения запоров, для очищения кишечников, всего, что там есть лишнего. Вот. Скажите, пожалуйста, ко мне у вас есть вопросы? У кого что есть спрашиваете, я сейчас отвечу, вообще, как бы, я планировала, что в основном вебинаре будет Ира, а я только представлю, потом скажу всем до свидания, раз уж, как бы, появились вопросы по продукции, с которой мы работаем, я могу ответить. Да, пока вы пишете вопросы, здесь задержка 300 секунд. Как известно, как бы здесь вот, если вкратце говорить о теме похудения, что самый эффективный способ похудеть, это тратить калории больше, чем ты потребляешь. То есть здесь можно или как-то снисть потребление калорий, или увеличить нагрузку, которая заставит наш организм быстрее больше терять эти. Но не всегда получается. Я, например, физически просто не могу делать упражнения долго, но я делаю их по чуть-чуть. Опять-таки ж, некоторые из нас не могут качать пресс в баке. Когда хочешь избавиться от живота, а пресс не качается. Есть... Ладно, раз уж пошла такая фишка, добавлю пользы нашему вебинару. Есть такое упражнение, сейчас не знаю, меня будет видно, не видно. Дойду подальше. Смотрите, это японцы придумали. То есть на вдохе поднимаете руки, одна нога вперед, насколько я в руку не правая, и выдох, на выдохе, на вдохе руки поднимаете, а на выдохе вы напрягаете живот, напрягаете полностью все тело. Если у вас нет физической возможности заниматься качанием пресса, мышц спины и так далее, разные ситуации, у кого там грыжа, у кого предпринимает состояние, какое-то смещение, остеохондроз, ну, разные бывают случаи, вот это упражнение, когда вы становитесь, на вдохе расслабляете руки, поднимаете, а на выдохе резко опускаете, напрягаете пресс, когда вы выдыхаете, вот так, живот в себя, все полностью, и руками, напрягаете руки, напрягаете спину, напрягаете поп, полностью все напрягаете. 10-15 подходов начали делать в день, потом нужно увеличить до 30. И вы увидите, как постепенно живот уходит. Также тоже, опять-таки, японская методика, ну, люблю я японцев, я буквально давно ездила на выставку, где-то с ними общалась, тоже на конференции мы с ними общались, у них есть очень интересная такая методика тоже, когда ведешь, правая нога вдох, левая нога резкий выдох и втягивание живота, то есть, если вы какой-то объемной одежде, и вас не видно, вы можете просто вот качать пресс, вдох, выдох, вдох, выдох, правда, сильно получаются опения, когда вот никого нет рядом, в принципе, вас как бы можно делать, то есть тоже очень эффективно качается пресс и убирается шум. Вот, ну, я не буду рассказывать секретом, может быть, у Ури тоже есть что-то такое в программе, я вот не в курсе, смотрю, чтобы потом не парить фишку. Вот. Так. У кого-нибудь есть еще ко мне вопросы? Да, да, надо попробовать, я на самом деле, как раз таки, я до этого ходила на цикун, и я ходила на цикун 2 или 3 месяца, и у меня вообще не получалось брать живот, вот живот и вообще у меня проблема, что все есть, вот после, после кеселева, но у меня еще проблема в том, что когда я делаю какие-то сильные напряжения на живот, какие-то массажи, если делаю на живот, если я там делаю какие-то упражнения, у меня начинаются боли, у меня воспаляется вокруг шва, я там не знаю, что у меня после операции произошло, хотя врачи все смотрят, все анализы у меня идеальны, все хорошо, но если что, у меня тут же начинает воспаляться вот это место, там, где у меня был шок, и как бы я в этом все это разделываю очень аккуратно, и мне мало что вообще подходит. И я ходила на цикун 2 месяца, и, ну, ничего не происходит, вот ты пойдешь на цикун, там очень все плавно, все очень энергично, и вот твой живот уйдет. Ничего не получилось. А когда у меня начало делать это укачание пресса, как раз-таки на выдохе, когда вот ты идешь, да, вдох-выдох-выдох, у меня живот почти ушел, сейчас у меня немножко еще осталось, как раз сейчас над этим работаю, но я думаю, что я с ним разберусь. И тоже, кстати, проблема, если вы принимали много химических веществ, если у вас был какой-то серьезный курс антибиотиков, там еще каких-то таких, да, вот лекарств серьезных, при похудении у вас могут начаться обострения, поэтому, если вы решили сбросить вес, если вы знаете, что у вас есть какая-то химия в организме, обязательно во время похудения пропивать детокс-программу. Одна из трав, да, тензи, которая выводит токсины и остатки химических веществ, это тумберкия. Маринга выводит тяжелые металлы, спирулина, она тоже выводит тяжелые металлы и остатки химических лекарств. То есть, а, спирулина, кстати, еще она также богата белком, и если вы как-то ограничите себя в мясе во время диеты, да, то спирулина, она может вам пополнить как раз запас белка в вашем организме. И также спирулина, она очищает кишечник, и она содержит хлорофилл. Зеленый пидмен. Маринга и спирулина, эти капсулы, они в себе уже содержат хлорофилл. Вот. Так что и обязательно, так как у вас идет выход токсинов, обязательно пить воды. Не меньше 2 литров воды в день. Также желательно в время похудения это делать паровые сауны, если есть возможность. У нас вот здесь в Таиланде есть травы, которые можно добавить в сауну, в коровую, и она обладает дополнительным дотокс-эффектом. Если кому интересно, пишите, пожалуйста, тоже внизу в комментариях. Я выложу в продажу эту траву, потому что я сама пользуюсь. У меня такая паровая баня, такая кабинка, достается такой горшок, бурлящая, да я бросаю травку, и время от времени принимаю сауны. Мне очень нравится, чтобы дорогу поправить здоровье. Вот. Ну, я на самом деле не готовила, что-то меня понесло. Саша, прости, я тебе... Ты просил мне дать ссылки заранее тех вещей, о которых я буду рассказывать, но я как-то незапланированно меня понесло. Да. Ой, Саша, спасибо. Ты, я смотрю, прям успел. Все везде, ссылочки повставлял. Спасибо всем, кто пришел. Следующий вебинар я планирую провести на тему того, как ухаживать за волосами. Для многих это актуально. Я, на самом деле, от природы я брюнет, кто меня помнит, у меня вообще были такие темно-вишневые волосы, да, я как раз и от сухной, а сейчас я стала блондинкой. И, на самом деле, за светлыми волосами очень сложно ухаживать. И как, вот, ставь блондинкой и не остаться лысой при этом, я расскажу как раз-таки на вебинаре. Кроме того, я расскажу тоже, как пашут с натуральными волосами, как ухаживать за волосами, окрашенных мной, как предотвратить выпадение, то есть, как, какие средства в Таиланде есть для того, чтобы сделать ваши волосы пышными, ухоженными, блестящими, я расскажу на следующем вебинаре. Спасибо всем, кто был с нами, и до встречи. Саша, останови трансляцию.